Здравствуйте! Сегодня у нас эксклюзивное интервью с экс-наставником одесского черноморца Александром Бабичем. Будет много интересного. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение? Настроение хорошее, настроение, скажу такое, творческое. С настроением у меня всегда было все хорошо. Вы говорили о творчестве. Я знаю, что вы отсутствовали. В Одессе вас не было. Где проводили время после ухода из Черноморца? Ну, изначально, скажу так, после ухода из Черноморца, там буквально на 3-4 дня мы улетели к друзьям в Стамбул, пригласили нас немножко развеяться. После чего уже запланирована была еще заранее у меня стажировка у Фонсеки в Шахтере. И вот с понедельника, с 4-го числа по 8-й я был на стажировке, скажу так, провел такое время, проанализировал, пообщался. Ну, достаточно интересный тренировочный процесс и много интересного для себя тоже отметил. Стажировка закончилась? Ну, на данный момент я понимаю, что и так я очень благодарен Шахтеру и благодарен Павлу за то, что разрешили поприсутствовать. Я понимаю, что сейчас идет цейкнот таких игр и чемпионат, и потом Наполе, Лига чемпионов, потом опять чемпионат. То есть я так даже не просил больше остаться. Мы договорились, что когда будет уже чуть больше пауза, не будет такой цейкнот времени между играми, я приеду и посмотрю еще раз более, скажем, такой недельный цикл, в котором будет уже полностью вся команда и сборники, и те, кто там уезжали по-разному. У вас какие-то планы на Шахтер? Или вы готовитесь к чему-то? Нет, какие планы на Шахтер? Я хочу учиться, хочу развиваться и понимаю, что на месте сидеть нельзя. Когда я работал в Черноморце, у меня практически не было просто времени этим заниматься. Поэтому сейчас я пытаюсь наверстать и пытаюсь еще найти моменты для стажировки, поехать и за границу посмотреть работу. Поэтому здесь надо учиться и я понимаю, что у каждого тренера есть свой подход. И как раз сейчас я очень хотел посмотреть работу в Фонсеке. Все-таки это топ-команда нашего чемпионата и мне очень понравился его подход. Насколько это все проходит эмоционально, раскрепощенно, но в то же самое время концентрация максимальная. Ну, очень так профессионально и, скажу, исполнительское мастерство Шахтера на очень высоком уровне. Что главное почерпнули для себя в работе в Фонсеке? Ну, первое, это взаимоотношения с футболистами. Плюс вся работа, ни одного нету упражнения, ни одного нету средства просто там ради держания, ради контроля. Это все. В каждом упражнении есть тактика, в каждом упражнении есть задание определенное. Либо это прессинг, либо это, наоборот, контратака. То есть вот эти моменты для меня, скажем так, очень понравились. Я для себя эти моменты отмерил. После ухода из Черноморца поступали ли вам какие-то предложения из других клубов, как украинских, так и зарубежных? Ну, пока ничего конкретного не было. Люди, естественно, там звонили, интересовались. То есть это нормальная ситуация, спрашивали. А что там у тебя? Ну, спрашивали просто, какие планы на будущее. Плюс, возможен такой вариант, если будет в такую-то страну. Ну, на данный момент, скажу, ничего конкретного нету. Плюс хочу все-таки проанализировать свою работу. Никуда не хочется пока уезжать. Хочется проанализировать работу спокойно. Плюс подучить английский язык, потому что понимаю, что сейчас без английского языка очень тяжело. Поэтому хочу это время до Нового года заполнить как раз изучением. Крайне подтянуть. То есть до Нового года вы абсолютно и полностью всецело в Украине? До Нового года я нахожусь в Одессе, всецело. И встречаю Новый год в Одессе. Как расстались с руководством футбольного клуба Черноморец? На какой ноте? Достаточно нормально расстались. Пожали друг другу руки, даже обнялись. С кем обнимались? С нашим президентом Леонидом Михайловичем. Я очень благодарен ему за то, что он доверил мне. И я думаю, что я не подвел его. Да, бывают разные ситуации. За это время, благодаря Леониду Михайловичу, есть у нас Черноморец. Есть Черноморец, премьер лиги. И я думаю, что чуть когда успокоятся, люди то же самое должны проанализировать. И сказать большое спасибо не мне, а все-таки сказать спасибо нашему руководству, которое не допустило тех примеров отрицательных, которые произошли с Днепром, с Харьковом, Металлистом. Давайте поговорим об успешных моментах в Черноморце. Вы сами как считаете, они были, не было? И какие? Успешные. Я думаю, что очень хороший год был 2016-2017, успешный год. Мы строили команду, каждый год у нас был шаг вперед по турнирной таблице. То есть тут можно говорить игра, голы, позиционные атаки, стандартные положения. Но есть турнирная таблица, есть очки, есть цифры. Цифры не обманешь, поэтому мы, скажем, годом шли только вверх. Я считаю, что тот год и та команда, которая была в том году, я думаю, что это та команда, которая в перспективе могла бороться за тройку. Что не срослось? Ну, не смогли, не смогли удержать ребят. Все-таки у каждого есть свои там запросы, плюс люди становятся взрослее, появляются жены, появляются семьи. Естественно, это нормальная ситуация, когда и у ребят увеличивается, скажем так, и хочется получать, зарабатывать больше. Поэтому здесь мы не могли их, скажем так, насильно оставлять, удерживать, понимая, что им предлагают, какие-то другие более заманчивые условия. Уход какого футболиста стало наиболее тяжело там пережить? Ну, вы знаете, я ко всем отношусь очень хорошо, и все ко мне относятся с уважением. Поэтому все футболисты, которые уходят, скажем так, нелегко переносятся. Я имею в виду те футболисты, которые действительно играли и отдавались на футбольном поле. И целая группа у нас, если проанализировать этот чемпионат, то есть тот чемпионат, то у нас по ходу чемпионата ушло 11 человек. У вас состав менялся, мне кажется, никто из украинских экспертов не мог назвать состав одесского черноморца тогда. Каждые полгода у нас кто-то уходил, кто-то приходил, но вот год 16-17, это был, наверное, самый стабильный год. И по футболистам у нас был состав, но в течение этого года и в конце чемпионата 16-17 нас покинула очень большая группа. Я даже могу назвать, это и Боровик, это и Хачалава, это Азацкий, это Аблетаров, это Данченко, это Андреевский, это Кабаев, это Каркишка. Ну берем даже того же там Элиаса, худо-бедно так тоже где-то помог. Плюс травмировался Люлька, плюс травмировался Мартыненко, плюс травмировался Смирнов. Вот я с листа вам назвал 12-13 человек игроков основного состава. Я целый состав назвал. Очень большая текучка была все эти периоды, все эти годы. Такая текучка, да. Да, но текучка кадров. Кто виноват в такой провальной трансферной политике? И считаете ли вы ее так? Ну, я не считаю, что напрямую было провально. Может быть, надо было подходить к подписанию контрактов, более долгосрочных контрактов. Но опять же, это решает руководство. Мы понимаем, что у нас есть ограниченный бюджет, и футболист, допустим, ну, будем откровенны, у нас самые такие спокойные финансовые условия, он вряд ли захочет подписать на 3-4 года на этих условиях контракт. Поэтому здесь с кем-то находили общий язык, с кем-то продлевали за счет личных отношений с года в год. Вот так вот. Ну, естественно, футболисты ищут там, где больше. Все-таки футбольная жизнь, она не такая долгая. И за это время надо все-таки заработать денег и заработать себе авторитет. Ходили слухи, раз мы уже заговорили о трансферах, о политике трансферной, о том, что Сергей Степанович Керницкий ушел из клуба именно по причине того, что он плохо проводил эту политику. Ну, скажу так, у меня прямо такой информации нет. Есть президент клуба, который решает эти все вопросы. Могу сказать, что, может, где-то этот фактор тоже повлиял, потому что много футболистов ушло, очень хороших, бесплатно. Может быть, тоже повлияло. Но здесь надо все-таки смотреть не на момент ухода, а еще чуть-чуть раньше. Еще чуть раньше, вот о том, о чем я говорю по поводу долгосрочных контрактов и финансовых условий. Поэтому здесь, может, оно все как-то сложилось и так получилось. Сколько матчей вы выиграли, а сколько проиграли? Считали? Статистику какую-то подбивали? Не считал, не считал, скажу честно. Даже не задумывался. Может, даже времени просто не было посчитать. Ну, по крайней мере, саму цель такую посчитать, сколько выиграл, сколько проиграл, сколько сравнивал, ничего у меня нет. Я очень редко оборачиваюсь назад, все время смотрю вперед. И, может быть, и стоило посчитать, посмотреть. Но мне даже интересно, сейчас время есть, надо сесть посчитать, посмотреть. 82 матча сыграли всего, и лишь 15 из них было победными. А ничью сколько сыграли? В ничью не смотрела, признаюсь честно. Но с 20-го выхода на бровку поля вы пришли к успеху. Это был матч кубковый против команды Мир. Помните его? Да, у нас был сложный такой, да, период, когда мы никак не могли выиграть, да, ничья. Когда ничьи у нас были, и были матчи, которые мы должны были выигрывать, да, это был отрезок времени, 15-16 год, согласен. Тогда было сложновато. Хотелось все бросить и уйти? Нет, такого не было. Мы прекрасно понимали, и кредит доверия был от руководства. И мы понимали, что строится новая команда. Если кто-то еще жил в 13-14 году, Лига Европы и все остальное, то это как бы к ним вопросы. Мы реалисты, мы понимали, что все надо постепенно чистить, постепенно начинать все заново. И я считаю, что как раз показатель нашей работы, это был прошлогодний чемпионок. Можно было приходить в команду после Григорьчука? Ну, скажу, давление было большое. Естественно, что болельщики привыкли к Лиге Европы, болельщики привыкли к тем футболистам, Вкус Победы почувствовали, да? Которые зарабатывали десятки тысяч долларов. И, конечно, сложновато было, но я скажу, что с этим давлением мы справились. Фактически я работаю с 2015 года, с 12 января 2014 года. Я приступил к работе, когда это был сбор. Вот с этого времени я работаю. Я считаю, что за 2015 года что-то получалось, что-то нет. Но у нас все работали честно. И посмотрите, что у нас, сколько молодежи выросло и сейчас играют в каких командах. Ваш приход в Черноморец. Как это было? Кто вам позвонил? Ну, изначально мы разговаривали с Сергеем Степановичем на эту тему после ухода Григорьчука. И был вариант, что могут предложить. После этого вызвали наверх. Я переговорил с Владимиром Михайловичем. Он мне предложил то же самое. Дал понять, что есть кредит доверия, что он понимает, что это уже другая команда. Надо все перестраивать. Надо водить много молодежи. Поэтому было принято решение, что я как раз эту молодежь знаю по работе с дублем. И было принято решение предложить мне должность. Я, естественно, понимал, что чуть заранее, что будет такой вопрос. Поэтому вопросов особо не задавал. Принял это предложение. И считаю, что я за это время состоялся как тренер. Какие-то кандидатуры помимо вас еще рассматривали? Ну, каждый, я не знаю, каждый полгода рассматривают какие-то кандидатуры. И я думаю, на момент моего приглашения тоже самое были кандидатуры. Но здесь все-таки перевес в мою сторону был в том, что много молодежи, с которой я работал, надо было вводить в команду. Молодежь это раз. По финансовым условиям вы, наверное, были более лояльны. Ну, естественно, что бюджет уменьшался. И мы не могли, скажем так, рассчитывать на тех футболистов, у которых были зарплаты в десятки тысяч долларов. Хорошо. Кто-то отговаривал вас от того, чтобы вы шли на должность главного тренера Одесского черного футбола? Такого не было. Отговоров не было. Единственное, что люди, наоборот, как бы поддерживали и говорили, что будет очень тяжело, что это электрический стул. Я это все прекрасно понимал, но, скажу так, коль уже ввязался в драку, надо идти до конца. Поэтому здесь я ни капельки не жалею. Я считаю, что и всегда я буду вспоминать это время в Черноморце только с положительной стороны. Это моя как первая любовь. Поэтому здесь... Она не забывается? Она не забывается и не забывается никогда. Когда предложили вас на должность главного тренера Черноморца, это была плюс еще какая-то вот так к лояльности к финансам, к молодежи. Это какая-то ваша личная амбиция? Вы уже хотели, вы чувствовали, что вы готовы уже тренировать мужчин, а не пацанов? Ну, я скажу, всегда хочется расти. Всегда хочется расти. И психологически я был готов. Плюс я, опять же говорю, понимал, что много молодежи заходит, так, с которой я работал. Поэтому здесь с этим проблем не было. У меня нормальные отношения с опытными футболистами, с молодыми футболистами. Потому что вы с ними играли. Играли. Не хочу сильно себя хвалить, но я думаю, немного найдется даже футболистов, людей, которые что-то могут сказать в мою сторону отрицательное, что я кого-то подвел или что-то украл у кого-то. То есть у меня такое воспитание, и я благодарен, что меня так воспитали. За время того, когда вашего перехода от дубля до команды мастеров, подходили ли родители футболистов и говорили, Сан Саныч, ну возьмите моего пацана в основу. Было такое? Именно в основу в первую команду? Да. Нет, такого не было. По ходу работы в дубле, естественно, в Ю-19, были родители, которые переживали за своих детей, и спрашивали, что надо подтянуть, что надо, над чем надо работать. Такая ситуация была, но это уже команда мастеров первой команды, там никакие родители не имеют даже права как-то просить за своего сына, потому что все-таки это уже другой уровень. Здесь уже мы все только чисто по-спортивному подбирали, тем более понимая, что сейчас мы строим новую команду, и мы ни в коем случае не можем, скажем так, прислушиваться к какому-то мнению родителей или же очень переживающих людей. Вы когда подписывали контракт с черноморцем, по моей информации, вам сказали так, либо вы заходите с тренерским штабом, и там будет Александр Грановский, либо вы не заходите вообще. Это правда? Скажу честно, таких сказок я слышу после каждого матча, после таких анекдотов. Очень часто в Одессе любят на эту тему говорить. Почему любят? Не бывает же Дема безоградов? Все было, все было. Ну, вы поймите, что на место главного тренера черноморца здесь полстадиона готово прийти, и поэтому много людей поддерживают. Есть люди, которые где-то хотят, завидуют. Это нормальная ситуация, я к этому отношусь нормально. Ситуация с Грановским была намного проще, намного чище. Было мне предложение, после чего я переговорил со своим помощником Нижегородовым, которого... Изначально планировали взять с собой? В первую команду, а Грановского предложить, уже я с ним общался, предложить тренером дубля. Но Нижегородов Геннадий Александрович отказался, скажем так, по семейным обстоятельствам. Поэтому здесь произошла эта ротация, и все, никто никого не навязывал, и навязывать, я думаю, это неправильно, когда навязывают тренеру тренерский штаб. Это такая работа творческая, здесь должны все друг другу, скажем так, доверять, понимать. И... Такую вещь, если, опять же, вы мне поверите, что где-то я его уговаривал остаться... После вас в Чернаве... То есть он хотел уйти? Он хотел так же самое уйти со мной, но, опять же, он очень эмоциональный человек, но мы не могли... Была встреча наверху, я уже его где-то так к этому готовил. Мы не могли уйти, бросить это все, скажем так, на произвол, чтобы осталась там, как выжженная земля. Поэтому здесь мы должны были правильно, плавно передать команду другому специалисту. Это тоже нормальная практика. Я уважаю любого специалиста, кто приходит на мое место, либо кто... Кому предлагают еще там... Поэтому здесь все прошло достаточно все чище, без каких-либо там подводных камней и я благодарен, что тут Анатолич остался. И скажу так, сейчас даже пришел Дулуб, и ему надо время тоже понять, что происходит в команде. То есть он взял с собой в тренерский штаб Грановского, чтобы разобраться в ситуации? Естественно. Это, я думаю, и он тоже не скрывает. То есть не за чистый профессионализм, а просто чтобы разобраться и быть ближе к ребятам? Как, ну, чистый профессионализм. Грановский профессионал своего дела. Он разбирается, ну, какие обязанности будут входить в его работу, я не знаю. Я знаю одно, что Грановский хорошо знает команду, и он достаточно, скажем, правильно по каждому футболисту, ну, объяснит, если опять же будут вопросы к нему, у нового тренерского штаба. Вы его поддерживаете в этих начинаниях, в том, что он зашел в этот тренерский штаб? Однозначно я поддерживаю. Я еще раз повторю, что, как это не звучало бы так романтически, но можно было сжечь все мосты, и потом... Вы не хотели сжечь мосты? Я не хотел сжигать мосты. А было за что? Нет, не было за что. Я просто говорю, что у меня может быть такая же ситуация быть. Когда я приду в другую команду, и там тоже будет тренер, который мне поможет понять, что происходит даже внутри, в коллективе, я себя тоже ставил на место того же там Мандулуба. Поэтому здесь я считаю, что мы поступили очень правильно и толерантно, и уважительно по отношению к будущему тренерскому штабу. Заря Черноморец. Помните счет? Вот недавно был матч первый без вас. Да, да. По моей информации, опять же, да, я готовилась к интервью. Ребята не хотели, чтобы Грановский был их тренером, и специально заработали несколько точек и проиграли. Это как протест такой был. Что вы слышали, может быть, знаете об этом? Да, я вам расскажу другую ситуацию, то, что я знаю. Перед тем, как команда ехала на выезд, мы с ребятами пообщались. Ребята должны были при удачном результате, они хотели, чтобы я вернулся. Даже планировалось такое, что они оденут футболку с моим изображением. Откуда берутся такие слухи, что кто-то кого-то плавил, зарабатывал? Вы поймите, что в том состоянии психологическом, пустом команды, это действительно там, для многих ребят, с кем я проработал, это стресс. И поверьте мне, что если бы это даже не была бы заря, а был бы тот же там мир, горностаевка, тоже было бы очень тяжело команде Черноморец. Психологическое давление колоссальное, да? Психологическое, эмоциональное, да. Это в футболе вообще очень, наверное, самое сложное, это саккумулировать эмоции. Функциональное состояние можно подтянуть, а вот как раз эмоциональное, это вот как раз эмоциональное состояние у команды с зарей, оно было просто на нуле, даже может быть ниже. Смотрите, какая история получается. Проиграли матч, 5-0, 5-0 счет. Потом появляется информация о том, что Александр Грановский уходит из Черноморца по причине болезни. Потом, оказывается, еще через несколько дней берут, я так поняла, Чистяков, который начал тренировать дублирующий состав, был просто-напросто пешкой. И это был какой-то финн, что вот Грановский заболел, на самом деле он написал заявление об уходе тогда, а потом снова вернулся в Черноморец. Нет, никто там заявление не писал, просто был действующий контракт. Еще раз я говорю, Грановский остался для того, чтобы передать, передать следующему тренеру команду. То есть ее должен был кто-то готовить. То, что готовил ее потом Чистяков, это тоже неправильно, потому что Чистяков готовил сам и дубль, и сам готовил первую команду. То есть вы понимаете, что это очень тяжело. И то же самое, его поставили через такого, для того, чтобы передать тренеру. А то, что у Грановского по здоровью такая формулировка, так у него действительно человек, еще раз повторю, очень эмоциональный, и после игры с Зарей были проблемы со здоровьем, поэтому здесь футбол, спорт большой, здоровья не прибавляет, поверьте мне. А зная, как переживает Грановский, я думаю, что он... Ну, все мы могли наблюдать картину, когда он выбегал, там, на матчах еще, когда вы тренировали. Он был как, как что, он был как механизм давления на судей. Ну, и это тоже входило в его обязательства. Плюс, естественно, находясь на бровке, не все успеваешь заметить, и все-таки, там, из-за спины, сзади, что-то ты видишь, может, более объемно там, и, естественно, в его обязанность тоже входило подсказывать те моменты, которые где-то я могу увидеть, где-то могу заиграться. Ну, так вот. Поэтому это нормальная практика. Ну, и она работала. Она работала. Почему нет? Когда вы тренировали Черноморец, болельщики очень много раз, неоднократно, жаловались на Артема Филимонова. Какой-то просто рекордсмен по карточкам. Ну, у меня, у меня в команде рекордсмен по карточкам, это Филимонов, Хачалава, Каркишка. Это три футболиста, которые, ну, зарабатывали много карточек. Мы за счет этой агрессии, все и вылазили. Вот сейчас там... То есть, ребята вы не журили? Говорили, молодцы ребята, так и надо? Были разные карточки, разные карточки. Есть карточки, скажем так, за разговоры, есть карточки за отброс мяча, есть карточки, которые по делу. Большинство карточек, это было как раз рабочие карточки. Еще раз повторюсь, вот той агрессии, которая была у команды 16-17, вот этой агрессии сейчас не хватает. Вот поверьте мне, дай бог, что те футболисты... Куда она ушла? Ушла, потому что ушли футболисты, которые могут агрессивно работать. Одно дело бегать, скажем так, ругаться, а другое дело играть жестко, одно дело даже где-то играть чуть-чуть грубо, показывая, это тоже такой момент давления на соперника. Вот сейчас этого не хватает. И я уверен, что если бы и тот же Боровик, и тот же Филимонов, и Калитвинцев остался бы в команде, и мы бы удержали бы этих футболистов, мы бы выполнили бы задачу и попали бы в шестерку, попали бы в Лигу Европы. Потому что весной нам как раз и не хватило где-то вот этой... Но вы же говорили откровенно, заявляли о том, что не готов сейчас Черноморец к Лиге Европы. И это нам помогало. Это нам помогало. Это нам помогало, потому что я совсем другое говорил ребятам на теориях. И они это знают. Вернемся к Артему Филимонову. Так вот, болельщики делали громкие заявления относительно его личности. Что вы думаете по поводу этих заявлений и о самом Артеме на поле? Он вам для чего нужен был? Это команда, скажем, капитан команды у меня был в дубле. Это капитаном он у меня был и на поле. Это человек, который обладает харизмой, который на поле будет сражаться при любом счете. Помимо харизмы у него есть хороший отец по слифам, который финансирует и делает какие-то вливания в футбольный клуб Черноморец. Денис Филимонов. Ну, я думаю, лучше Денису Филимонову позвонить, чтобы мы вместе посмеялись и узнать, кто там финансирует или как. А за счет чего он финансирует? То есть, как он финансирует? Что-то, рекламу там клуб дает или что? Я думаю, что рекламы никакой нет. По крайней мере, я ее не видела. Но я думаю, что... Может быть, он вкладывает своего сына, Денис Филимонов. А сын несет всем. Конечно. Ну, серьезно. Ну, это вред какой-то. Ну, как вы думаете? Я слышала о том, что действительно в клубе управляют вот вообще на самом деле и всем заправляют два человека. Кто? Я и... Нет. Нет. Вас нам даже и близко не было тогда. Первый человек это Денис Филимонов, о котором я слышала. И второй человек, на котором, наверное, никто бы и никогда не смог подумать. Это директор стадиона Черноморец Сергей Сиволап. Ну, это... А Климов где, Ленц Михайлович? А Климов... Ну, я не знаю, где Климов. В Савиньоне в теннис играет. Как вы думаете, президент клуба Ленц Михайлович Климов с большими амбициями позволит он кому-то управлять командой? Вот как вы думаете, вот ваше мнение? Человек, который в Одессе сколько лет, который душой переживает, там, получается, не получается, позволит он кому-то руководить командой? Но все выглядит так, что Климов не любит футбол. Вы ошибаетесь. Он и любит футбол, и переживает. Не все получается. В нашей ситуации в стране вообще не все так просто сейчас. То есть вы не подтверждаете мою информацию о том, что... Я готов даже со временем какой-то анекдот вам на эту тему сочинить. Я не знаю. Но я не то, что не подтверждаю. Я просто не пойму, откуда берутся такие любители футбола, которые это могут придумать. Что отец футболиста финансово спонсирует якобы какие-то... Спонсирует черноморец. Это плохо или это просто невозможно? Это невозможно. Почему невозможно? Ну, во-первых, я, допустим, если бы я был в ситуации, я отец футболиста, и как я должен прийти к президенту и сказать, вот я тебе даю деньги, на что? Ну, помочь клубу, ну, вдруг он такой болельщик черноморца. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что сейчас такие люди есть. Ну, вот, в частности, вот к началу нашего разговора, да, я говорила о том, что вам сказали, там, либо вы идете с Грановским дальше в Черноморце, либо без Грановского. В частности, вот у меня есть информация о том, что это именно Денис Филимонов. Такое вам сказать. Да. А как он мог это сказать мне или там президенту клуба? Это кому он говорил? Или генеральному? Ну, кто платит деньги, тот и музыку, получается, заказывает. Это какой-то, какой-то бред, какое-то такое. Я не знаю, где вы это насмотрелись или кто это вам в уши вдул, что есть такая ситуация. Ну, может быть, может быть, кто-то хочет, чтобы такое было. Может быть, кто-то хочет. Но это нереально, поверьте мне. Связка Баби-Чеграновский. Когда-то там еще были Анатолий Диденко и Виталий Руденко. Ну, Диденко Анатолий, он был все-таки футболистом больше. Он был больше футболистом. У него не было амбиций тренера? Нет, нет. Он был футболистом и сейчас. Он играет в «Жемчужине» и хорошо играл и в «Орскле», в «Олыне» хорошо играл. То есть, ну, он был как футболист, просто был опытный футболист, помощник, скажем, тренера на футбольном поле. А Виталий Руденко, он сам ушел или ему помогли уйти? Он был в тренерском штабе. Изначально мы перешли в тренерский штаб. Потом, естественно, что какие-то моменты получались, какие-то моменты не получались и в работе. Поэтому пришлось расстаться. Нам надо было... Вы сказали «и в работе», значит, что-то еще не получалось? я имею в виду, был процесс тренировочный и что-то выполнялось, как я требовал или как требовал современный футбол, скажем так. А что-то не выполнялось. Поэтому было принято решение просто идти, расти дальше. И мы пригласили Лавренцова и я никак не расстроен. В каких отношениях вы с Виталием Руденко сейчас? Редко виделись, редко виделись. Недавно играли за Тавриевы, я играл за ветеранов, обыграли 2-1. Это нормальные отношения. Абсолютно дружеские. Нормальные отношения. А с руководством черноморца? С руководством, я думаю, теплее. Теплее. Да. Хотела у вас спросить звезду на Аллее Славы. Мечтаете вообще об этом получить? На Аллее Славы и Черноморца? Не хочу лукавить, даже не думал об этом. Даже не думал, потому что где я, где звезда, есть очень много заслуженных людей. Поэтому... Вы тщеславный человек? Нет, я не тщеславный. Для меня самая главная мечта, чтобы моя семья была родной и близкой, живой и здоровой, это для меня самое главное. И я сделаю все, чтобы они были счастливы. Это то, к чему я стремлюсь. Вы сказали, что много великих, заслуженных. Вы сами планируете стать частью них? Вот великих, заслуженных, да? И когда планируете? В футболе Ну, конечно, мечтать можно. Можно мечтать. Покажет все время, работа покажет. Конечно, мы трудимся не для того, чтобы про нас забывали и говорили только плохое. Ну, естественно, все упирается в результат. Ну, со временем, годков через 10, я думаю, может быть... Стать заслуженным вообще? Да. А в Одессе? Почетным гражданином? Ну, это надо здесь очень сильно постараться. Ну, в Одессе, как известно, знают два имени. Имя мэра и имя тренера-черноморца. Еще хотела вам задать такой вопрос. Последний матч, который был с Вересом, Минимальная победа этой команды. Вот этот эпизод с болельщиками. За кого больше боялись? За себя или за ваших подопечных? Ну, вы знаете, я все-таки в тот момент и больше боялся за своих ребят, потому что это было все настолько на взводе. Болельщики на эмоциях, ребята на эмоциях. И я не могу сказать, что красиво себе болельщики появились. не по отношению ко мне, я больше говорю за ребят. Когда стоят молодые ребята, тот же Мусолитин стоит, болельщик 120 кг веса, пытается сорвать с него футболку. О каких там традициях. Это Мусолитин футболист традициями с футбольной семьи. Мальчик, которому еще нету 19 лет. И с него срывают футболку. И так каждому. Я в той ситуации я больше испугался, чтобы не пошел какой-то конфликт, кто-то кого-то послал, оттолкнул. И не произошло какой-то драки. А что служба безопасности стадиона? Не могу сказать. Это вопрос не ко мне, это больше вопрос к службе безопасности. И вообще к клубу. Потому что сломав бы какого-то футболиста, который берем того же Мусолитина, который стоит денег, сколько стоит Мусолитин? Ну, я думаю, что он будет со временем стоить на ней 1 миллион. Вот я бы хотел посмотреть, что бы было, если бы, не дай бог, какой-то из болельщиков бы что-то сделал со здоровьем этого молодого футболиста. Это было бы правильно или нет? Вот как бы реагировало тоже руководство. Инцидент после игры с болельщиками как-то повлиял, ускорил ваш уход? Да, однозначно. Я же еще раз повторю, что после как раз этой игры, после этой ситуации все-таки я сделал такой шаг для того, чтобы где-то взять удар на себя, потому что понимаю, что чуть-чуть уже все это заходит и давление на ребят очень тоже большое и надо было делать, хотя меня отговаривали, но те же ребята. Ну, я считаю, что я поступил честно и даже при той встрече я попросил я виноват, я попросил только поддерживать ребят, потому что мы делали все, что могли, фарт где-то чуть-чуть ушел от нас, будем откровенны, потому что на протяжении трех игр мы создавали моменты, но не могли забить. Дай Бог, чтобы этот фар вернулся и Черноморец выигрывал, я буду только рад и всегда буду переживать. В Черноморец вернетесь? В Черноморец ни один тренер не возвращался, я думаю, что это нереально. Я вас поняла, спасибо огромное, что нашли время сегодня встретиться со мной. Меня зовут Виктория Ортис, сегодня разговаривали с человеком, который умеет держать удар Александром Бабичем, оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова